В завершении своего письма в администрацию президента России, боевой товарищ Акбаева, стоявший вместе с ним у истоков создания прославленной 4-й гвардейской кавалерийской дивизии, гвардей подполковник Сахаров пишет, «За принадлежность к репрессированному народу его мужественный сын, герой войны, храбрый офицер, ветеран дивизии и корпуса был уволен из армии и лишен заслуженной награды, званий героя и воинского звания полковника». Акбаев с твердым характером не побоялся написать на имя Сталина. Берии Калинина письмо с протестом против выселения безвинных людей. Ему советовали не делать этого, не озлобить тех, кто вершит произвол, но он не мог не выразить свой протест. Он поклялся бороться до конца, до полной реабилитации незаслуженно поруганного народа. Он выполнил свое слово и клятву, сделал все, что от него зависело и не зависело. Народ Карачаевский был возвращен на родину, реабилитирован. Наш опытный организатор воинских эшелонов в войну организовал эшелоны, в которых отправлял своих соотечественников и ссылки на родину. Остается реабилитировать самого Акбаева Магомета Османовича. Это значит присвоить ему звание Героя Российской Федерации, воинское звание полковник. Тогда восторжествует справедливость в отношении Магомета Акбаева и его народа, чьим мужественным сыном он является. Такого мнения ветерана-конногвардейца прославленного 2-го гвардейского краснознаменного ордена Суворова Померанского кавалерийского корпуса, организатором и первым командиром которого был легендарный генерал-герой Советского Союза Лев Михайлович Даватор, а одним из любимцев которого был Магомет Османович Акбаев. Награду ветеран войны так и не получил. Умер Магомет Османович Акбаев 14 июня 2001 года. Похоронен в родном ауле Учкулан. Магомет Османович Акбаев 14 июня 2001 года. 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Торзок 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 Дима Торзок